Здравствуйте! На НТВ новости в студии Василий Максименко. На основе права на мирную ядерную программу «Шестёрка» и «Иран» вышли на рамочный документ. Косить не собираются крымчане. Начинают службу в армии России. Кларксон вернулся. Уволенному ведущему ТОП-ГИР открывают главную дорогу. Ирану и «Шестёрке» удалось достичь договорённостей по всем аспектам. Об этом сегодня сообщил Сергей Лавров. Окончательный вариант рамочной декларации по иранской ядерной программе стоит ожидать в течение дня. В эти минуты переговоры как раз возобновились. Детали соглашения не раскрываются, но глава российского МИДа прояснил, что документ строится, цитируя, на основе безусловного права этой страны на мирную ядерную программу, конец цитаты, и снятие санкций с Тегераном. Тем временем дипломаты уже начали покидать слаза, но переговоры продолжатся на уровне экспертов. Результаты же работы представят Федерико Маггерини и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Тот рассчитывает, что уже сегодня в сторону приступят к обсуждению детального итогового соглашения. Сегодня по всей стране начинается весенний призыв в армию. Служить отправится почти 150 тысяч человек, и впервые в их числе будут жители Крыма. У военкоматов полуострова прогнозируют очереди в российские вооруженные силы. Собираются пойти даже те, кто в свое время, что называется, откосил от службы в украинских войсках. Олег Крючков передает. У ворот Симферопольского военкомата небывалое оживление. В очереди и призывники, и просто военно обязанные. На полуострове меняют военные билеты с украинских на российские. Ожидают приема даже те, кто раньше косил от армии. Ребята есть, которые даже из того числа, которые были при Украине, и переданы в запас по состоянию здоровья, сегодня приходят, говорят, переосвидетельствуйте меня. Я хочу служить матушке России. Первый призыв для Крыма экспериментальный. Военные комиссариаты только сформированы. Задача стоит отработать систему до призывного отбора и учета военнослужащих. Войска отправят 500 призывников, хотя только в Симферополе желающих служить больше двух тысяч. Рустем Бекиров пришел в военкомат, как только услышал про призыв. Прорвался на прием к военкому и долго убеждал, что его просто обязаны отправить на Черноморский флот. Мечтает служить в морской пехоте. Многие удивляются, что как это в армию. Все не хотят, а ты хочешь сам. Ну, я хочу сам. Шар. Медицинский осмотр призывников врачи ведут в спартанских условиях. Не хватает помещений. Здания советских военкоматов украинские власти распродали. Строительство новых только планируется. Врачи работают на старом, еще советском оборудовании, но очень стараются. По здоровью проблем особых не будет. Помимо здоровья еще есть какой-то психологический отбор, уровень образования. По здоровью, я думаю, что мы вполне справимся. Служу Российской Федерации. Старство. Мотивировать крымских призывников не нужно. Бурлящая Украина совсем рядом. А это действует лучше любых военных сериалов и патриотических акций. Хотелось бы служить как отец, как дед, ну, как стать мужчиной. Я считаю, что российская армия, она прекрасная. Вот, ну, я думаю, что она будет намного лучше, чем украинская. И поэтому желание как бы есть отслужить. В этом году, даже если очень повезет, дорога на Тихоокеанский флот не приведет точно. Все призывники первого крымского призыва останутся служить на полуострове. Олег Крючков, Александр Соловьенко, Валерий Шаламов и Дарья Чуб. НТВ. Крым. Аэрофлот не будет поднимать тарифы на летний сезон на перевозки в Крым, Калининград и Дальний Восток. Об этом сообщил Владимиру Путину глава авиакомпании Виталий Савельев. Уже летний сезон начался. Он начался вот с этого выходного дня. Поэтому вот какую плоскую шкалу мы введем, мы поднимать больше не будем. Это будет, как в прошлом году, по Симферополю. 7500 туда-обратно с учетом таксосборов. Поэтому мы ничего поднимать не будем. Мы, наоборот, сейчас предложим базовые цены. И в зависимости от рынка мы их будем только снижать. Ахабаровск? Хабаровск и все остальные города Дальнего Востока. Это будет цена не выше 18 тысяч рублей туда-обратно с учетом таксосборов. Вы готовитесь к... Обсуждали также обновление авиапарка. Аэрофлот к будущему году рассчитывает пополнить его 50-ю самолетами. Сухой суперджет. В этом году я вам все это расскажу. Сегодня платежные системы Visa и MasterCard заработали в России по новым правилам. С 1 апреля они обязаны обрабатывать операции по картам россиян только на территории страны. Денис Тололаев с деловыми новостями. Денис, а возможно ли сегодня какие-то проблемы с тем, чтобы снять деньги или расплатиться с карточкой? Ну, по крайней мере, банкиры, если и ждут перебоев, то небольших. В России сегодня заработала национальная система платежных карт. Закон требует, чтобы с 1 апреля все международные платежные системы обрабатывали внутрироссийские операции по своим картам только через нее. Эту меру власти ввели после того, как Visa и MasterCard весной прошлого года заблокировали карты нескольких отечественных банков, попавших под американские санкции. Новая схема, как считается, защитит от таких блокировок в будущем. Но вот точно уложиться в сроки не получилось. Компании Visa нужен еще месяц или два, чтобы перевести обработку операции по картам на НСПК. Впрочем, ранее в компании заверяли, что в любом случае карточки будут работать и после 1 апреля. Ситуация с MasterCard лучше. Она, как сообщает ЦБ, успела подключить к НСПК все банки, предусмотренные планом. Правда, в их числе нет Сбербанка. Там процесс обещают закончить в первой половине апреля. В ЦБ заявляют, что новые правила для держателей карт никаких изменений не несут. По данным опроса проведенного РБК, лишь единицы банков говорят о возможных технических сбоях в работе карточек. На карте азиатских бирж сегодня больше красного. Игроки нервничают, раздумывая над тем, что готовит им начавшийся второй квартал. Наши ММВБ и РТС сегодня открылись падением. Нефть в эти минуты продолжает дешеветь. Бренд уже ниже 55 долларов за баррель. Это из-за неопределенности вокруг Ирана. Если с него снимут санкции, то нефти на рынке станет еще больше, а это ударит по ценам. Доллар на межбанке в эти минуты 58.19, евро 62.57. Вася. Денис, спасибо. С деловыми новостями. Денис Стололаев. Сегодня в Стамбуле скончался от ран прокурор, который накануне был захвачен в заложники прямо в здании Стамбульского дворца правосудия людьми из группировки Революционный народно-освободительный фронт. Экстремисты удерживали Мехмета Селима Кераза 9 часов, пока полицейские не взяли здание штурмом и не освободили пленника. Однако террористы успели выпустить в него 5 пуль, 3 из которых попали в голову. В ходе спецоперации оба боевика были убиты. До штурма с ними 6 часов вели переговоры, но безрезультатно. Решение штурмовать было принято после того, как экстремисты распространили видео, на котором они, держа заложника под дулом пистолета, излагают свои требования. Полицейские должны ответить за гибель подростка во время беспорядков в Стамбуле в 2013 году. И захваченный прокурор как раз и вел это дело. Сегодня внушительную дату, 20-летие, отмечает Первый канал. Что, где и когда он производил, чем удивлял зрителей, сейчас в двух словах и не скажешь. Стоит подчеркнуть главное. Умение наших коллег во все времена идти в ногу со временем, быть в тренде, не теряя, а только приобретая все новых и новых зрителей. Сергей Морозов нажал первую кнопку. Эта студия помнит времена, когда кроме первой программы практически ничего и не было. Но 20 лет назад Первый канал начал борьбу за зрителя, чтобы стать первым по-настоящему. Первый, три, десять, семь, трогала студия. Пробиться в студию, бесстрашно предстать перед согражданами, которые вынесут тебе модный приговор. Кто бы мог подумать, что в недавнем прошлом советские люди будут это делать. А они делают и уже восемь лет, потому что это шоу-бизнес. Вас кем-то удивляли участники? Да, очень часто, своими нарядами больше всего. Я получаю огромное удовольствие от того, что я вижу самое большое разнообразие людей, которые я только мог себе представить. Никакой другой канал не преуспел так в том, чтобы сделать из всего шоу. 15 лет страна неотрывно наблюдает, как на Первом канале люди занимаются чем-нибудь несвойственным. Звезды сцены готовят еду, дерутся на ринге, катаются на коньках. Наконец, люди, ранее в этом незамеченные, начинают петь. Вот это, наверное, была самая богатая жива. Но вернемся в сегодняшний день. К чести Первого канала именно там появились юмористические программы, где можно было смеяться, не чувствуя потом легкого стыда за это. Внимание! Поехали! Начинается! Начинается! Съемки программы в самом разгаре. Публика уже разогрета и валится с кресел без всякого усилия. И так продолжается уже два года. Пять дней в неделю. Жуткий график. Друзья, давайте, покажите борт. Наверное, Иван Урган говорит какие-то несмешные вещи, но пока не на работе. С одной из стен становится, когда появляется прописка. А совсем хорошо, когда оформляется уже какая-то доля собственности. Пока, я вот не знаю, сколько нужно провести времени на канале, чтобы претендовать на какую-то часть имущества. Говорят, старожилы могут забрать что-то из музея своей программы. Приучить зрителя к передаче, но так, чтобы она ему не надоела. Великая задача. Поразительный пример программы «Время». Вроде измененная до неузнаваемости, но сохранившая прежнюю осанку. Новости Первого канала. Даже если вы сами их не смотрите, то кто-то из ваших родственников наверняка это делает. И, держу пари, после пересказывать вам увиденное. Другие стены, другие технологии. Новости выходят с небольшими перерывами круглые сутки. Но стиль новостей Первого канала узнается. Вот он. Она есть. Это Первый канал. Добрый вечер. Дмитрий Борисов из нового поколения ведущих. Признает силу интернет-технологий. Предвидит появление новостей без посредников. Новости будущего будут проникать к нам сразу в мозг как-то каким-то образом. Я знаю, что маньяки вроде меня уже пытаются как-то узнавать все моментально, как можно быстрее. Но никогда в жизни не выпадаете из новостей? Нет, это же болезнь. Новости – это абсолютно маньячество. Это, наверное, как в смысле психическое отклонение, я думаю. Наверное, это разгадка 20-летия Первого канала. Пока ты проживаешь свою жизнь как шоу, шоу продолжается. Сергей Морозов, Анатолий Васькин, Владимир Тугуши, НТВ, Москва. И новости канала НТВ. Возможно, в скором времени в эфире мы увидим Джереми Кларксона, колесящего по дорогам России. Есть информация, что экс-ведущий суперпопулярной программы Топ Гир, уволенный за драку с продюсером, уже обсуждает условия нового контракта. Юрий Кучинский пытался узнать подробности. Вот кто же знал, что так рождаются пророчества? Давно известная в Рунете фотожаба оказалась шуткой с весьма серьезной долей правды. Хотя верный британским правилам фэрплей Джереми Кларксон, сам факт переговоров о новой работе, можно сказать, упрятал в багажник под запасное колесо. Меня отстранили от эфира? Ну ладно, пойду на биржу труда, что ли, на учет встану. Так было надо, ведь целая армия английских фанатов Кларксона сейчас едва ли не штурмует штаб-квартиру Би-Би-Си, требуя вернуть его в эфир. И он, конечно, не мог им объявить открыто, мол, ребята, теперь учите русский. А это интервью, она ведь только в России выйдет, да? Вы его в интернет не выкладываете, ладно? А вообще, вы его можете придержать хотя бы до конца марта? Но сам Кларксон, как и всякий ведущий, хорошо понимает, сколько ротка дорога от телезвезды до сбитого летчика. И, конечно, не стал дожидаться, пока пресса о нем забудет. Уволенный за драку с продюсером, он уже через несколько дней примеривался к новому креслу. А он вообще способен за левым рулем сидеть? Он же как бы привык на право? Ага, так самое интересное, он сразу сел на пассажирское, потом... А-а-а! Ничего там никогда... Нет, мы ему предложили, давайте два руля сделаем. В общем-то... Я думаю, что так и будет, наверное. Да, он... Ну, он сказал... Нет, он... Надо страховать. Он сказал, ну, проблем, все, отлично, все окей, все такое. Под контрактом еще не поставлены подписи, но в редакции главной дороги уже готовятся к уплотнению. Кларксон ведь в буквальном смысле фигура масштабная. Но если он помещался в Запорожец, я думаю, он и за стол где-то поместится. Да, только придется чуть-чуть ноги длинные, тумбочку отодвинем. Как именно британская звезда может влиться в уже сложившуюся команду, пока до конца не ясно. Если ведущих станет трое, то на каком, например, языке они будут разговаривать. Впрочем, вероятно, подстраиваться придется все же нашему ныне безработному коллеге. Тем более, что он уже не раз бывал в России, снимал здесь выпуски своей старой программы из продукции российского автопрома, которую без правильных слов одними инструментами не починишь. Знаком буквально детально. Ваши продюсеры мне рассказали, что сейчас в России идет какая-то программа утилизации старых машин. Они обещали, что я смогу раскурочивать по три лады каждую неделю. А чё, прикольно. Сначала, правда, были опасения, что на машины может денег не хватить, ведь гонорары профессионалу такого уровня могут и весь бюджет программы съесть. Но по последним инсайдерским данным, мистеру Кларксену пришлось умерить аппетит. Запросить он может многое, рассчитывать он может исключительно на то, что ему здесь предложат. Но у нас есть совершенно четкий аргумент. В свое время Топ Гир выходил на нашем канале и параллельно с главной дорогой. Так вот, рейтинги главной дороги были в два, а то и в три раза выше, нежели у Топ Гира. Так что пока, вероятно, самой острой проблемой в процессе переговоров остается климатическое. Лишь раз, побывав на съемочной площадке в Москве, додумывать детали контракта, британец поспешно отправился домой. Там потеплее. Это, наверное, как последний немец под Москвой. Вот он вот так стоял, на самом деле, через 15 минут после работы. И это ведь до самого сегодняшнего дня ему еще никто не рассказывал о двух главных российских проблемах и о том, что первая здесь быстро ездит по второй. Юрий Кучинский, НТВ. Ну и как в день дурака обойтись без шутки про дороги? С первого апреля будьте бдительны. И не только на дорогах. Мизим, здорово, желудку с ним. Доброе утро, в студии Анна Сапко. Я расскажу о погоде на завтра. На Дальнем Востоке циклоны берут власть в свои руки. На Камчатке снежно и ветрено. А южный циклон принесет дожди в Приморье. Там пока тепло. Во Владивостоке плюс 7. В Якутии осадков немного, но морозы крепнут. В Верхоянске минус 15. В Сибири атмосферное давление повышенное. В центре и на юге Красноярского края при температуре. Около нуля ветреные с осадками. А на юге Западной Сибири малооблачно. И с каждым днем теплее. В Омске плюс 4. На Урале без осадков. В Екатеринбурге плюс 8. На европейской территории России погодой управляют циклоны. На севере почти без изменений. Там теплее нормы. В Архангельске плюс 4. В центре облачно, ветрено, с мокрым снегом. Ветер уже не штормовой, но пока еще довольно сильный. И на Средней Волге уже с мокрым снегом. В Самаре плюс 6. На юге ветрено, дождливо. В районе Сочи возможны грозы. Там плюс 14. В Крыму небольшие дожди. В Севастополе 10 тепла. В Петербурге небольшие дожди. Ночью плюс 1,3. Днем около 5 тепла. В Москве облачно, небольшие осадки. Ночью 0,2. Днем плюс 3,5. Хорошего дня.